Мы с вами, когда делаем этот выбор оздоровления на вечное время, мы видим, какая светлая дорога от нас идёт в бесконечность. Вот сам импульс, решение — это обязательно свет, идущий в бесконечность. Можно просто чего-то хотеть, например, мы говорим об управлении, чтобы наше желание было управлением, мы должны работать через оптику, мы должны своё желание, как оптический элемент, светлую дорогу открыть, свой выбор открыть до бесконечности. So here, the difference between the wish and the control is in the optical pictures, in visualization. So here, in the control, we need to see that white path, road, until the infinity that takes us to that realization of that goal. И вот в данной цели управления создатель же нас с вами создал девушками, и мы как бы выводим такое желание оздоровления на вечное время, абсолютная норма женского начала, женственности. Поэтому мы выходим в систему, в систему бесконечно отдалённого будущего, где реализовано всеобщее воскрешение, где реализована вечная счастливая жизнь. И начинаем работать в области вечности. Мы начинаем по нашей цели восстановление, можно так сказать, психики женщины, восстановление женского начала, абсолютной нормы, которая обеспечивает вечную жизнь всем. И мы вот в этой отдалённой системе находим это решение. Начинаем мыслить категориями решённых вопросов. вот всё, что относится к женскому началу. Если даже мы не знаем, как это в норме, но мы в оптике можем это находить, мы начинаем думать вот такими оптическими системами. начинаем находить норму прошлого в будущем. в этом будущем находим норму. У нас какие-то отношения с другими женщинами, с мужчинами, неважно с кем. А мы находим норму в отношениях, как работает женское начало. Это импульс создания и бесконечного созидания сразу. So here we need to find this impulse of creation and infinite creation and infinity. So here we need to see the norm of all past events. Here in infinite future we need to find norm of past events, past relationships with other females and also with males. Потому что есть такой закон. Мир состоит из двух областей первичного импульса. Импульса из двух областей первичного импульса. И какие там области рассматриваются, да? Импульса начала и импульса созидания. Вот начало и всё. И это сразу бесконечное созидание. Знание этого закона, когда его девушка выучила, да? Знание этого закона — это нормирование женских, как это сказать, Диля? Мы же не говорим о заболевании. Но это вообще-то закон по исцелению, да? Это излечение женских каких-то заболеваний, знание этого закона. So it is actually... This law helps to recover health of female organs. И вот мы запоминаем, да? Мир состоит, всё состоит, из двух областей первичного импульса. So we need to remember this law. The world consists of two reasons of the initial impulse. Импульса начала и импульса созидания. То есть мы так и видим мир, да? Есть мы, мы созданы. Дальше бесконечное созидание. So and we see the world in this way. So it's us, we are already created. And then afterwards there is infinite creation. И вот мы начинаем мыслить вот этими категориями бесконечного созидания. Начинаем промысливать всё вот такими категориями в области вечности. Сейчас работаем, находим прошлое в бесконечном созидании. Все свои отношения, все свои события, чего бы это ни касалось. Мы, как девушка, даём только импульс бесконечного созидания. Нам нужно с вами как бы наработать в этой области сейчас энергию будущего, чтобы она пошла в текущее, в прошлое. Ну, можете ощущать, некоторое время её надо наработать как бы в области вечности. So here you need to get trained or you need to train more working in this area of infinity. Мы добавляем в этой области, там очень яркий свет, да, где мы работаем вот этими категориями созидания. Воспринимаем именно в этой области числовой ряд, который как раз описывает вот этот импульс бесконечного созидания, женское начало. So in that area, we also concentrate on this number sequence, which actually describes this impulse of infinite beginning. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok